Ни один уважающий себя плейбой не появится без такой лодки у местной пристани. Они являются вершиной роскоши. Некоторые из них больше, чем дом, а стоят миллионы. Как же создают эти сегодняшние символы статуса? Компьютеризированная пила вырезает деревянные детали, которые станут формами для судна и стеклопластика. Группе мастеров требуется около 15 месяцев, чтобы разработать и сделать форму. Сперва собирают остов. Затем делается форма для стеклопластика. Она должна быть идеальной, чтобы получить судно без огрех и дефектов. Поэтому над делкой формы работают особенно тщательно. Ее покрывают особой, высокопрочной краской, которая выдержит около 8 лет использования. Когда форма закончена, можно начать производство судна из стеклопластика. Оборудование подает нужное количество стекловолокна в пластичную смолу. Стекловолокно – это стекло в виде очень тонких, гибких волокон. Они могут казаться хрупкими, но эти волокна прочнее стали. Они не горят, не растягиваются и не гниют. Так что это идеальный судостроительный материал. Рабочие старательно помещают стеклопластик в каждую щель, в каждый закуток. Это крайне важно. Ведь если они не нанесут стеклопластик тщательно, лодка будет иметь структурные дефекты. В стеклопластике накапливается тепло, и он отвердевает. Затем раскатывают материал под названием ровинг. Он усиливает стеклопластик и делает его более стойким. Также на места, где позже будет крепиться оборудование, помещают дерево. Его покрывают стеклопластиком, чтобы защитить от влаги. Через час пора вынуть отливку из формы. Чтобы поднять корпус, используют систему рычагов. Вырезают отверстия для механики. Затем устанавливают палубу судна. Вставляют мотор и электропроводку для механики и системы труб. Судно по-настоящему обретает форму при окончательной сборке. Собираются внешняя часть судна, корпус и внутренняя обивка. Затем идет обстановка. Некоторые компоненты устанавливают вручную. К примеру, панель инструментов. Последняя остановка – контроль качества. Серия испытаний, чтобы убедиться, что вся механика работает и лодка абсолютно водонепроницаема. Наконец, защитная упаковка, которая обезопасит судно при доставке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова